Ну вот, довез нас дяденька... Будь здоров! Довез дяденька за 60 рублей на такси до Морюшка. И тоже такой приятный дядька. Армянин, видимо, такой прям веселый. Говорит, я говорю, изменился очень. Город-то не узнать. А он говорит, если бы не было Олимпийских игр, так бы и было, как было. Ну что, привет, море! Каменюки-то какие! Ну что, пойдем. Пойдем гулять. Сколько пройдем. Вот сколько маленьких пальмочек растет. Все на чем-то ездят. Саша пошла узнать. Тоже экскурсия по Олимпийской деревне. Вот последние дома Олимпийской деревни. И пошли просто отели. Это уже Адлер. Там вон бассейн. Народ купается. Лето продолжается. Вот видите? Вот это мы вышли на променад. Вот. Тут гораздо все веселее, интереснее. О! Яхточки. А вон там он здоровый. Сейчас поближе подойдем. Вот так. О, какие красавицы стоят. А там он вообще... Ой, он там какая здоровая. Там вдалеке. Дорогущие яхты. Ой. Тут и сцена есть. А, вот. Вот такой транспорт какой-нибудь. Надо мне хромоногой. Какая стоит святая Виктория. Ты что в таких штанах? Чего не в шортах? Люди кататься пошли на яхтах. Какие мотоциклы. БМВ. Сели и в Краснодар. Сели и в Краснодар. Сань, тебя на самолет. Сколько же он, интересно. Кушает. Электричество. Так. Ну вот, вышли на улицу. Когда я была в Париже в седьмом году, в седьмом году была в Париже, я была поражена, когда первый раз увидела вот такой транспорт. Ну, он такой был более интересный. Но все равно я была просто поражена. Мы решили зайти поесть. Тут прям какая-то столовая-столовая. Ты не хочешь салатику никакого? Цельник. А он, наверное, не. А это тоже. Вот супчики. Супа. Так, а тут еще сосиски отварные. Гречка, картофель, овощи. Курица, котлеты, курины. Харбуша, стейк. Перец болгарский. Ой, даже не знаю. Как-то выбрали особенно. Взяли вон салат мимозу и шурпу. И чайку сейчас. Да что-то жарко и есть-то не хочется еще. Но надо. Нам еще до электрички, на электричке. Все хорошо. Но нам еще ведь опять на электричке ехать назад. Бананы. Правда, все какие-то обломанные и без бананов. Но растут. Лохматухи. Эйфелево башня стоит. Идем, идем. Одни отели, отели. Отели, отели. Ой, девочки, это у меня нога так. Понастроена. А вот это та самая речка, которая течет у нас там. Роза хутор. Девушка моя идет. Отель на отеле. Может, возьмем пузыречек на вечер? Вот она с гор течет. А тут море впадает. Так далеко течет такая речка-то. Длинная. Черноморский, конечно. Была бы вот такая растительность, да? А то степь. Скучная. Да, застроена просто любой лишний метр. Он не лишний. А тут такой парк. Птички вылетают какие-то маленькие. Фотография вышла. А то возим-возим с собой. Никак не это. Ну, сейчас он... А, вот. Здесь он типа будет, видишь? Из-за чего проявляется потихонечку. Но мне кажется, что солнца очень много типа. Может, не я там. Давай. Держи. Это тебе. Ну, где у нас такси? Проявляется потихонечку. А? Проявляется потихонечку. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Зарядка у меня кончается, так что сейчас я что хватит поснимаю пока. До вокзала доедем. Сколько зелень, такие высоченные. Зарядка у меня кончается. 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 Клабзал с Острадным морем. Да, такая застройка плотная. Машин много. Но вот такие города я больше люблю, чем наш скучный Черноморск. Громик такой, как пагота крыша. Много каких-то сковоречников непонятных. Клабзал. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, мои хорошие, я Адлера люблю всё больше и больше. Сейчас пребываю в шоке. Только покупали билеты на электричку. Я, Саша, вытащила из кошелька карту Альфу. Ну и всё, и пошли. Сели тут посидеть, и вдруг на весь вокзал объявляют. Вензовская любовь, подойдите к стойке информации. Пошли. А Саша сразу говорит, может, потеряла чего-то. Смотрю, у меня карты Сбербанка нет. Это я, видимо, когда вытаскивала карточку и вытянула из Сбербанка. Улыбаются, отдают мне карту. Просто вот... Что-то у меня прям день любви к Адлеру сегодня. Спасибо большое, кто нашёл и отдал на информацию. Дай Бог вам здоровья. О, денёк. О, впечатлений сколько сегодня. Просто вообще. Даже карту умудрилась потерять. Самое главное, что потерять-то ладно. А ведь вернули буквально, вот просто. Продолжается посадка на скорый поезд номер 140. 40, Адлер, Барнаул. Состав поезда находится на третьем пути. Вот как из вокзала. Такой огромный балкон на море. Весь вид портит вот этот недострой. А так прям красота. А вон там и Сочи. Как я понимаю. Ну вот, я говорю сказать. Мне нечего больше. Мне очень понравился Адлер. После 43-х лет просто небо и земля. И люди вот очень приятные. Железно-дорожного транспорта. Помните, что железная дорога зона повышенной опасности. Запрещается переходить пути в неустановленных местах. Подходить к рельсам длиже, чем на 5 метров. Подниматься на упоры. Ну ладно, зарядка у меня все. Я с вами прощаюсь, мои дорогие. Спасибо вам, что съездили с нами сегодня. Помотались. Устали мы. Время 3 часа дня. Устали, как собаки. Нагулялись, называется. Спасибо вам. Пусть у вас все будет хорошо. Он как море блестит, отражается. Все. О, наш поезд. Прибыл на 9 путь. Все, мои золотые. Я вас обнимаю. Пока-пока. Вон он стоит там красненький. Все, мы пошли. Пока-пока. Пока. А как нам на 9 путь? А мы не туда с тобой. Почему? Вот как хорошо, когда есть лифты. Это просто вот, ну замечательно. Раз и опустился к электричкам. Вон оттуда сверху. Ну, видно вам? Нет. Плюс 28. Посадка окончена. Поезд отправляется. Плюс 28. Следующая остановка. Конечно. Поэтому мокрая вся. Ходишь. Ну все, мы поехали. К себе на розы хутор. Так обидно. Утром сегодня. Только выключила телефон, и самолет садился. Прям вот над крышей. А сейчас... А сейчас нет самолета. Мы сегодня вот здесь проезжали. Уважаемые пассажиры, с учетом сохраняющейся угрозы проведения диверсионно-террористических актов на транспорте, просим вас обращать внимание на оставленные сумки, пакеты и прочие безходные предметы. Не проверять содержимое таких предметов, не трогать и не перемещать их. А в их обнаружении незамедлительно сообщать работникам поездной или локомотивной бригады. Благодарим за внимание. И он на аэропорт. Ой, приехали мы домой. Расстроилась. Выложила не то видео. Ну, то есть следующее выложила, а не то, которое надо было выложить. И на нервах случайно убрала видео, вот которое, где я спрашивала, куда я лечу. Так жалко. Ну, что, конечно, жалко. У меня и так просмотров. А тут 1700 просмотров за видео выкинуло. В общем, расстроилась, хоть плачь. Поехала курить на улицу. В лифте божья коровка. Я ей говорю, давай-ка я тебя на улицу. Взяла её на руку на улицу. Выпустила в травку. А их тут. Они вон, видите, по стенам ползают. Поэтому миграция какая-то у них. Ну, в общем, спасла божью коровку и решила, что карма у меня наладится. Ну, жалко, конечно, ужасно. Ну, а что, бывает. Правда, у меня первый раз такое за два с половиной года. Потому что не надо сразу хвататься, нервничать. Надо всё обдумать, потом делать. Вот Костя посоветовал нам в кафе Красная Поляна. Тут шипячая сковородка с козлятиной. Представляете, она, правда, её несут, всё шипит. Ой, здорово как так. Ой, а как пахнеет. Ой, какая прелесть. Сидим. Речка горная шумит. Отель и светится. Всё как надо. Ой, всё, хочу есть. Ну что, последний вечер в Роза Хутор. Спокойной ночи, мои дорогие. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!